здравствуйте я савенков александр главный редактор тульского бизнес-журнала а это мой видеоблог на теле тулу точка ру сегодня я хотел поговорить о сельском хозяйстве даже не о всем о молочном животноводстве повод прижал к нам министр сельского хозяйства николай федоров и посетил несколько хозяйств и беседовал как раз на эту тему но сначала просто так каждый из вас то есть ли смотрят вспомните когда вы лично вы последний раз вблизи видели живую корову вот и разговаривали с ней или рядом стояли просто ради интереса я почему это спрашиваю потому что 40 лет назад в тульской области вот этих животных было 720 тысяч сейчас их 94000 из них собственно коров менее 40 тысяч остальные то там телят и так далее и это количество постоянно снижается казалось бы ничего страшного если кто помнит у нас когда царем был очень много лошадей сейчас их нет совсем но разница в том что корову производит молоко сейчас крупнейший производитель молочной продукции тульский молочный комбинат на 70 процентов сырье завозит и за пределы в тульской области просто причине того что молока в тульской области практически не осталось вместо 600 там 500 тысяч тонн мы сейчас делаем 160 180 тысяч его не хватает плюс она ко всему прочему еще и низкого качества почему собственно министр приезжал одна из причин как раз в этом состоит тульская область входит в перечень 15 регионов россии с худшими показателями по молочному животноводству и опять же казалось бы ничего страшного нам его завезут из соседних регионов к сожалению соседних регионах ситуация получше но не настолько хороша чтобы нас еще поить и скорее всего туляков если эта ситуация будет развиваться дальше со временем начнут поить молоком ну сначала из белоруссии уже поют а потом из более дальних стран где срок хранения вместо привычек нам 5 7 10 суток написано 7 9 месяцев я покупал такую молочную продукцию ничего страшного в ней нет но и ничего полезного тоже это не совсем молоко если детей этим молоком кормить то кости укрепляться не будут это просто хороший продукт вкусный подслащенной не более того то же самое пожилым людям его в общем-то потреблять не очень рекомендуется что увидел здесь министр ну то что у нас разрушается это все дело виноваты ли областные власти да нет конечно это началось извините меня 80-е годы продолжалось в 90 и сейчас просто мы наблюдаем последнюю фазу кстати говоря что было понятно уж попутно пока вспомнил если вы будете на одном из рынков тул или области купать говядину и если вдруг вам продавец скажет что это говядина тульская тепленькая паровая только что из от фермера или из частного так сказать владельца не верьте у нас их не осталось у нас вся говядина на рынках привозная самое ближнее это орел и калуга чаще всего привозят все-таки из белгорода кубань но дальше украина белоруссии и так далее так вот по молоку возникает вопрос продовольственной безопасности министр это прекрасно знает ему показали одну из лучших хозяйств новой жизни это племзавод там надо и 6 тысяч и так там действительно все хорошо автоматизированный доильный зал и прочее но он давно в этой сфере соображает он сказал ну а остальные хозяйства проехали в том числе по остальным посмотрел ну конечно мягко говоря и сказал такую интересную фразу что нужно предпринять все усилия чтобы до конца года поправить дела а тут нужно сказать так до 2008 года россия минусовала и дошла до состояния что она треть свои потребности уже покрывала за счет импорта молока перед вступлением в эту с 2007 года начала плюсовать и для 2011 года этот разрыв почти ликвидировала но с прошлого года пошел опять мощный откат мы вступили в эту перестали давать дотации как надо животноводом в обратную сторону откат сейчас вот белорусы нас пока выручает но там пошел фальсификат и так далее возникает вопрос в двух планах первое это просто здоровье населения тоже пьем неизвестно что нам привозят под видом импортного молока и второй вопрос возникает это просто-напросто безопасность когда со стороны кто-то поругается и скажет не давайте молоко молоко это продукт который ничем нельзя заменить после великой отечественной войны когда мы жили очень бедно и когда наши родители вот мои были детьми очень много детей выросли нездоровыми даже поумирали потому что нечего было кушать молочного часто болели вот нам дано задание тульской области задание гарантированно невыполнимое повышение я к чему это все рассказываю чтобы понятно что никого уже не призовешь держать коров это сложно тем более население осталось уже молодых людей которые бы хотели этим заниматься я к тому чтобы мы готовились к этому морально я даже не знаю как это назвать потому что выход здесь один значит тульское село как кузнице кадров тем более животноуческих она умеет умерло их там нет ветеринарные службы разрушены без них конечно животноводство невозможно выход единственный состоит в том что воплотить идею никита сергеевича хрущева как его не ругали он просто раньше времени высказал строить аграрные городки это как в сша или в швеции большие такие кучки фермеров соединяются вместе сбоку поселочек жилье строится или уже существует вот государство должно их строить но будет ли она эти миллиарды тратить область этого не сможет поэтому поэтому коль у вас есть дети коль у вас есть внуки коль вы сами потребляете молоко без него нельзя вот а тем более нужно его 280 литров или килограммов в год а мы сейчас 180 потребляем вы на этикетке смотрите когда будете покупать значит тульской это хорошо калужская брянская орловской белгородской это хорошо если уверены что настоящий белорусской это хорошо его успевают довести у нее срок хранения от пяти до восьми дней а если же вы видите я не хочу называть фирмы это французской фирмы ряд заводов в подмосковье сейчас может быть даже у нас будет вот продукцию этой фирмы посмотрите срок хранения все что больше одного месяца это уже не совсем молоко это в лучшем случае кисломолочный продукт который в общем то может даже чуть-чуть полезен вот если больше двух месяцев это обеспложенное молоко который просто развивает аппетит поэтому вы думаете каким образом эти продукты ситуация идет к тому что через 7-9 лет в тульской области своего молока не будет это просто вот я хотел вам рассказать к чему готовится а если есть возможность завести кого-то ну не знаю дай вам бог